Бекулак Машарапович Шакилов, Павлодар облысы, Ишкистер департаменты, Экибастуз полосының Ишкистер бастармасының, Ишкистер органдарының ардагеры, Акстанткадағы полиция подполковынега. Экибастуз полосы Акимының алғыстаны жолдарсын. Направить благодарственное письмо Акима города Экибастуза. Казынагүл қылышбаевна Алпызбаеваға, Атамыра мәдени торталыға, Коянды ауылдық кулубының мәдени қызметкері. Бесимбай Жылғайдарович Мухамеджановка, Экибастуз пололы сотның аға сот жасауны. Бесіп айыз қылышбаевы. Мы вас поздравляем. Из года в год многие из этих людей трудились во благо города, вносили свою посильную лепту в социально-экономическое развитие Экибастузского региона. И вот теперь не забывают их и на пенсии. Пожать руку за активную жизненную позицию на сцену музыкальной школы пришел Аким города Кайрат Мукенов. Затем он рассказал о проделанной работе за последнее время. В «Экипостузе» в рамках программы индустриального инновационного развития продолжается реализация проектов по строительству литейного завода железнодорожного назначения, организации животноводческого комплекса по выращиванию крупнорогатого скота местного направления, расширению и реконструкции подстанции АРУ-500 «Экипостузский ГРЭС-1». Кроме этого, в следующем году планируется начать строительство завода по производству технического кремния ТО «Анса-Силикон». Объем инвестиций по реализуемым проектам в целом составит 400 миллиардов тенге. По программе «Нурлужол» в 2016 году в городе реализовали 6 проектов на общую сумму 2 миллиарда 830 миллионов тенге по реконструкции и строительству инженерной коммуникации. Кроме этого, до конца года планируется начать реализацию еще трех проектов на сумму свыше 800 миллионов тенге. По дорожной карте занятости в 2020-2016 году выделено 470 миллионов тенге. Завершено 23 проекта по ремонту социальных объектов и благоустройству сельских населенных пунктов. По четырем проектам работы на стадии завершения. 30 человек получили микрокредиты на общую сумму 82 миллиона тенге. Сегодня мы вручили ключи от квартир 36 молодым семьям по улице Автобавский, проезд 11. Обсудили и планы на будущее. К примеру, немало было уделено внимание городской больнице. Огромные финансовые потоки ушли на ремонт и покупку нового оборудования. Все для модернизации морально и физически устаревшей лечебницы. Более того, 300 миллионов тенге ушло на покупку спецтехники для того, чтобы вскоре в Экибастузе открылся диагностический центр. Для всех нас день первого президента – это значимый и наполненный особым содержанием праздник. В этот день мы с гордостью осознаем, что благодаря стратегическому таланту, мудрости, настойчивости, достижении целей, лидера нации началась история независимости нашего государства. А в общей мировой политике появилось новое понятие, как казахстанский путь развития. Сегодня казахстанский народ всецело поддерживает реформы, проводимые Ельбасы, политику, мира и согласия. Казахстан обрел мировую известность и авторитет как миролюбивая страна, отказавшаяся от ядерного оружия и сформировавшая уникальную модель межэтнической и межкакциональной толерантности, главным богатством и достоянием которых является общественное согласие и единство народа. Завершил свое выступление городоначальник вручением грантов этнокультурным объединением. Ведь именно благодаря политике президента и неустанному труду пропагандистов национальных традиций в стране и держится межконфессиональное согласие. Декабрь месяц это подведение прошедшего периода, это планы на будущее, это те большие замыслы, которые притворяются в нашей республике. Казалось бы, что такое 25 лет? У каждого из нас есть свои семьи. И мы смотрим на своего ребенка, 25-летнего, вроде он взрослый, но тем не менее он еще нуждается в том, чтобы его направили, чтобы ему подсказали, чтобы где-то ему помогли. Так же и наша республика. Поэтому сегодня мы с гордостью говорим, что за 25 лет пройден славный путь, добились многого. И то, что предстоит еще, вот сидя в этом зале, хотела бы пожелать нашим дорогим ветеранам в первую очередь. Уважаемые ветераны, давайте еще продержимся 25 лет и на 50-летие республики мы увидим, какая это будет могущественная держава. После официальной части для всех, кто присутствовал, а это не только первые лица города, заслуженные ветераны труда, представители ассамблей, народа Казахстана и активисты, ну и все желающие, был проведен концерт. Самые красивые и сильные голоса экибастуза устроили в честь праздника фееричное шоу. Продолжение следует...